Это отдельная каста сюжетов, конечно. Тяжело будет, если эту лень не открывают, то что не делать? Горочки. Самые простецкие. То есть вам абсолютно не нравится? Нет, но то, что я выбрала из этих... А что у вас больше было опыта? Нужно взять что-то новое, чтобы познать? Гор я недавно писала, но не здесь. А вообще я хотела... Вот это же хорошее. Здесь есть главный герой. Перспективка и все просто. Вот это ничего. Да? Вот это да. Ну, давайте я и сделаю. Что-нибудь там? Немножечко поразмышляем в первую очередь. Да? О том, что мы видим здесь. Здесь есть фон, который был первым. В живописи маслом все делается от фона к ближнему плану. Да? Мы должны залить практически весь фон, даже включая первый план вот этой цветовой историей. Да? После чего ляжет эта красота. Значит, здесь разбавим эту кисточку, там не можем полоскать. Берем елену, голубую и ультрамарин. Там ФЦ, да? Да, ФЦ. Такая слегка фиориотовательность получается. Правда? И вот этим цветиком плотненько забьешь весь полоскит. Хорошо? Да. Теперь мы с цветиком плашмя. Все это дело попреставлено хорошо. И сразу же у нас, посмотри на картинку. Есть гряда темных деревьев. Возьмешь голубую ФЦ, да? Ультрамаринчик. Вот эта фиолетовая. С учетом того, что уже есть краска, ты сюда обгоняешь и будет очень приятно. Вот такая вот. Вот такая история должна быть. Хорошо? Туман, туман. Ну, как и здесь. Только не как тебе. Вот он. Лишнюю красочку можешь подбрать. У тебя останется ровно то количество вещества, которое тебе необходимо для дальнейшей работы. Ладно? Да. И холстик будет очень упакован красочкой. Не будет недобора вещества. Вот сейчас очень хорошо. Вот видишь, создаются вот эти наплывы, которые можно потом подснять. Это значит, что вещества ровно столько, сколько нужно. Смотри. Этот же цветик у нас остался в палитре. Ты в касание, там где с деревьями, добавишь его просто. Посмотри. Вот такие. Оно. Потом-то сюда могут веточки войти какие-то. Да? Такие простецкие. Потому что это далеко, это размыто, это непонятно. Вот это. И опять перекроешь. Вот такими. Правда, лисок? Угу. Вот эти. Вот эти. Вот эти. Это настолько просто и настолько богато, что нам просто идеальная система алгоритма. Заранее пищу несколько линий лесомассива. Для чего? Вот здесь. Для того, чтобы потом взять желтенький с красненьким обязательно. Да. Вот такой зеленый. Смотри. Видишь? Желтый, красный и синий. Очень травяная получается история. Это не розовая? Это розовая. Ну, не имеет значения. Можно и... Да. И вот здесь подойдешь по такой же схеме замутнению. Ладно? Угу. Смотри. Больше. Больше влево оно. То есть у тебя есть явная центральная линия. Да? Здесь дорожка пошла. И сюда полосателю. А, вот это будет дорожка, да? Сейчас ты все это понаходишь, понаходишь, понаходишь. Это каркас рисунка. Вот так где-то. Раздавливает. Да? Понятно? Собирается красочка на этой стороне мастихина. Ты ее вот так сними и сдави. Вот. Еще раз. Сейчас. Вот собралась, да? Немножко. Повернул. Сдавил. А так он лежит плашмя. Абсолютно плашмя. Не сильно давлю. Собралась. Снял. Это не технический ход, это просто я сдаю краску. Ну и чего сама дальше не продолжаешь? Продолжаю. Абсолютно. Почему мастихина нет? На мастихине краски. Ты давай смели. Все таки. Вот так вот. Не нужно там еще что-то вырисовывать. Вот так. Глазки прищурила, посмотрела сюда. Где-то темнота. Единственное, красный пока в внимание не бери. Коричневый, зеленый. Хорошо? Угу. А как это легко? Дорожка уже у нас почти есть, но она потом. Смотри. Как легко. Вот это вот. Вот это отношение к холсту сейчас очень уместно. Да? Без всяких там премудростей вот таких твоих. Это будет долго и мучительно. И получаю довольствие от работы. Давай. Подсними. Подсними. Можешь тряпочку дать. О, класс. Какой вообще. Правда, Женька, да? Классно. Вот это вот, вот это. Растирание, растирание. Это подложка. Ты еще ничего не рисуй. Слушай внимательно. Это задача, которую нужно решить легко. Ладно? Угу. Уже не снял, а придавил. Я не сошкреб, хотя похоже вообще. Я просто придавил. И смотри, как они... Получилось поле. Получилось поле. Этот коричневый туда, смотри, как выводится легко. Единственное, что во время движения ты старайся почаще протирать мастихийную тряпочку. Чтобы чистенько было и благородно. Вот так. Видишь? Чуть не протер, уже что-то совершилось не очень красивое. Вот так. Ну, у нас есть голубое небо, зеленая крова. Давай начнем все-таки осень. Почистишь палитру от зеленого. Да, сначала сняла мастихином и вытерла тряпкой. Давай. Ага, хорошо, хорошо. Возьмешь розовый и коричневый. И начиная с дальних цветочков, вот этих деревьев, Можешь даже тряпочкой взять. Вот такой штучкой, розочкой скрутишь ее. Типа да. Дуля. Нет, дуля это когда площадка. А, это видите. А у нас розочка, да. Вот так возьмешь много красочки. И нежным касанием с первого, да, почувствуешь, где оно. Вот это вот. Немножко, не просто чувак, а еще и подктер. Смотри. Где-то может просто чувак. Ну, главное оставляй небо. Просветы неба, это обязательно. Не полотно. Вот, смотри. Когда сюда войдут намеки на стебельки, это сразу станет деревом. Вот так. Правда? Потом еще сверху ты, может быть, даже возьмешь мастихин. Замешаешь коричневый с розовым, в пользу розового. И перекроешь активными густыми мазками листвы. Причем старайся перекрывать в тех местах не там, где тебе картинка подсказывает, а там, где некрасивое случилось. Понимаешь? Вот здесь не хватает чего-то, да. Остается и небо, и движение тряпкой, и есть место мастихиновому мосту. Смотри. Сразу делится, сформировал. Вот. Потом... Нужно просто было опустили. Да, да, да. Опустишь вот так, и здесь у тебя будет еще деревья, еще штуки идут. Тряпочкой тупо твакаешь, все это, все это сделаешь. А потом, когда к этому темному дереву оно будет гораздо темнее, станет рядом ярко, оно прям загореться. Давай, земли пока нет. Это ты уже в это полезла в ближайшее. Только мы не будем туда спешить. Ты натренируйся вдали. Это у нас будет все-таки главный герой, да? Ты натренируйся вот здесь. А потом полезем в основное. Вот деревце хорошенькое. Очень такое по тону. Ну, надо добавить чего-нибудь? Ты знаешь, пока нет, пока нет. Все хорошо. Вот. Давай-ка, хорошо. Чуть-чуть сюда можешь подложить. Где красный? Да, отсюда возьмем. Чуть-чуть желтый-красный. Ты можешь наваливать потихонечку. Не густенько. Вот сюда. Перебивая ровные эти стебли в нужных местах. Ты будешь правильно поступать. И небо оставляй просветики. Хорошо? А так все культурную только пойдет. Немножечко отвлечемся от деревьев, да? И вот здесь в землю зайдем. Усилим, где нужна темность. Вот так. Невзирая на стволы деревьев, да, мы их потом можем вернуть очень легко. Задача уже откровенно подойти к земле. Она у нас усилена лепесточками. Будешь такие давать полулодочные макательно-очеркательные движения. Смотри. Сначала ближе к красному. Но поверх этого такие желтенькие войдут. Будет очень мило. Где-то в долине там менее яркие, да? Вот так. Почаще протираем стихи, чтобы зеленый не лез. И все будет хорошо. Вот так. И эту сторону тоже, да. Опять же, сначала с красного. А потом ближе к желтенькому. Но чисто желтый не лезь. Он будет неврозный. Освободи местечко чуть-чуть. Под дорожку, да. Чтобы ты понимал, где она хотя бы. Вот. Ну, в целом, так вроде бы. Можно даже посылью. Вот так. Вот. Лепесточки. Выдави себе красного, желтого. Они есть, а события не происходят, понимаешь? Да? Да. Во-первых, я тебе сначала говори, как надо. Домешивай красочку. Не ковыряйся. По амплитуде большой. Домешала. Это я замедленно все показываю, да? А ты должна быстро. Вот. Смотри, на ребро. На ребре красочка. Да. Горизонтальная. Чувак с протяжкой, с лодочкой. И смотри, густота. Да. На фоне этой сбритой, как бы, да, зелёности, она вот как выпирает. Она звучит. Сверху жёлтенький. С красненьким. Не просто жёлтый, а с красным. Положи. Не залепливай весь зелёный. Пускай он где-то да прозвучит. Залепишь, будет ковёр, будет каша. Ещё жёлтей. Смотри. Но всё равно с красным. И опять положим. Ну и листики? Давай. Учти, что свет, он идёт площадками. И очень хорошо показывает, если с одной стороны свет одной яркости. Подложи и сюда. На одном уровне. Вот такие штучки. Вот это ты хорошо сделала здесь уже. Но чуть-чуть размытий. Потому что вдали. Вот эти местечки тоже. Не забывай. Чуть-чуть осветить. Не навязчивай. Слепка. Где-то площадочку. 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 Освещённую с листиками. Красными, жёлтыми. Чем больше ты насмешиваешь всяких разных цветиков, тем будет интересней. Да. Смотри-ка. Вот тут площадочку света. Слишком... Движение похоже на морское у тебя. Да. А здесь больше листик. И больше они... Как бы... Ломтиками такими ложатся. Ну вот, откровенно, жёлтый видишь, не очень. Вот так чуть-чуть можно. Чисто красненький. Видишь, ряк, 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 и пошли листья. Постоянно обращаясь к жёлтому, красному, коричневому, да? Не застревай на одном цвете. Ты застряла на коричневом, получилось. Ну да, просто у меня... Непонятно что. Где-то... Подмыть. Вот там сильно активно. А, да, я... Вдали. Когда положила, да. Хотя характер, да, ты поняла хорошо, что мелочно нужно там, невнятно. Но всё-таки не так активно. Это истинно что. Да. Вот. И стебельки, смотри, можно видеть. Деревья. Да? Ну и так же обращайся сюда, не застревай в одном месте. С выходом на дорогу где-то. Знаешь, вот такие сюжеты можно делать без картин. Абсолютно. Они настолько просты, что позволяют фантазировать и фантазировать. Чуть-чуть можно нацарапать в следочках воды после дождя, да? То есть ты видишь, что мы постоянно какие-то изобретаем движения на толпе. И они все в совокупности дают интересность. Смотри. Ничего особенного, царапай. Ну, как-то там оно. Играет. Интересно. Зритель будет всматриваться в то, как ты решила эту задачу. Вот так вот. Ну и давай к нашему главному герою в дерево приходим. Оно требует все-таки ответственного подхода. Где красный у тебя опять? Вот этот, да? Сначала в темности другого дерева ты сделаешь ровную поверхность. Да? Вот так. Чуть-чуть. Нет, что подходит. Потом, вот такими чуваками, уже без тряпки, без ничего, ты задашь листву. Смотри, густота краски уже выпячивают. Да? Без всяких. А камера возьмет крутой? Да-да-да. Смотри, сзади там ровненько, гладенько, а впереди густенько. И оно уже вырезало. Вот это да. Потом, может быть, даже уже наметишь ствол. Если не уверенно, то царапай, где оно у тебя будет. Потом сработает полную серу краской. Потом возьмешь желтый, красный. И набалишь сюда вот этой муной. Я сразу прикрылся на ногу. Набалишь, 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 набалишь. Где-то, может быть, опять прострелишь этими ветками и перекроешь. Вот так, вот так, вот так, вот так. Это будет очень красиво. Без этого, но никак в этом сюжете. Это единственное, что самое такое сложное. Единственное, что сложное. О, ну это красивая осень. Молодая. Вообще, осенька не пришел. Упс, я уже проглотала. Да, а мне милый, выгнал бы с осенью. Он все это не выглядит. Смотри, горит? Да, она теплая. Да, она теплая. Знаете, почему она красивая? Почему? Есть осени, которые, ну все розовые, красные, желтые, да? А в этой осени есть главный герой, дерево, которое стоит одно и горит. И еще фон красивый, голубой, вот такой туман чудесный. Это настолько и здорово. Без такого фона? Было бы не так. Оно бы не горило? Да. Вот, вот, вот. Великолепно. Потому что на зеленом фоне было бы совершенно другое. Была бы скучная мысль. Совершенно. Ну не скучная, но другая. Да, другая. А если, смотри, желтый, чуть-чуть, неактивный. Неактивный. Белила добавили и уже неактивный. Все-таки нужно соблюсти меру живости в активности. Это такая фраза, конечно. Может быть не совсем понятная сразу. Саша, спасибо вам большое. Пожалуйста. Еще не все, подожди. Смотри, навалил, навалил. Не забывай перекрыть веточкой то, что навалено. Только вы не стирайте, пусть девушка. Нет, не будем. С какой красотой. А потом опять эти веточки перекрыть. То есть рисуем веточки и заполняем листва? Да. Веточки листва. Веточки листва. И перекрывать веточки. Ну не увлекайтесь. Да-да-да, я увеличением делаю. Ты лучше подойди ближе, потому что качество теряется. Вот смотри, в этом месте просится что-то вот такое светлое. И оно в контрасте. Смотри, контрасты какие у нас бывают? Темное и холодное. Здесь есть. Темное и светлое. И теплое и холодное. Понимаешь? Два контраста в одном. На холодном синем фоне тепленькая листва. Еще и светлое. Это ж вдвойне вкусненько, да? Вот. И опять же веточки, веточки, веточки не забываем. Где-то садим. Вот это вот. Освещенность оттуда в дереве нужно показать. Если в дальних стволах можно и без этого быть здесь. То в переднем, в главном. Это ты. Да, и ты. Ну, конечно, не один. Вот так. Конечно. Вот так, вот так, вот так. Ну, простенько. Смотри, еще темность я подкладываю для усиления яркости. Яркость – это сопротивление темного и светлого. Чем оно выраженнее тем ярче. Да? Да? Смотри. Смотри. Удачи. Не хватает. Ну, так уж. Самое главное. Правильно. Так уже. Через сто лет. Да. Да. Главный герой – это дерево. Правда главный герой? Да. Главный герой в станции, да. А естественно, когда все прямо залеплено, залеплено? Да. Точно. И так остаемся, да, в тумане? Ну, мы сейчас еще доработаем чуть-чуть. Чуточку, слегка, да? Ну, вот тут, конечно, в этом можно прописывать и прописывать. И чем оно будет прописано, тем будет прочее. Маша, отложи эту фотографию. Я в следующий раз будем заняться. Так, ну. Саша, ладно? Как там в следующий занятие? Просто влюбился. В воскресенье. Я предполагаю. Срежу следующую еще. Расписание. А в среду будете, да? Да. Все, я к вам приду в среду. Не заныкайте эту фотографию. Не заныкай. Сейчас я тебе покажу, что такое свет из-под тени моря. Саша, мы пойдем в кофе? Да, да, да. Опять же, мы помним нашу схему голубая, розовая. Получаем цвет нашего фонтика, да? И из-под теневой я несколько засветлю специально фон. И дерево вылезет еще больше на первый план. Ты посмотри, он не такой светлый, а именно в этом месте очень будет уместно. Смотри, аж вылезло сюда, да? Так же и в зеленом лужайке. Может быть, даже еще и усилю темность дерева. Вот так. Смотри, как вылезло. Смотри, как вылезло. Вот так. Уф! Здесь ударчик. А там не надо. Да. Так. Ну давай еще вот здесь вот желтенького накидай, накидай и немножечко еще. Получается. Наработаем. Будем готовы. Это такой момент, он не совсем важный, но... А какая же? Смотри, ты должна стоять перед пертикулярной холстой. Никаких вот этих закривлений вот такого рода не нужно. А что, это важно, что ли? Это важно. Ты теряешь в контрольной ситуации. Ну, если надо, чуть-чуть наклонился или поднялся. Так листва же, она же не обязательно в порядке, она в беспорядочном порядке. Это в общем, в общем, на будущее. Так, точно. Смотри, вот белило, налепило. Такое стихотворение. Белило, налепило. А что ты дальше хотела сделать с ней? Ну, не знаю, силуэт, наверное, не стоит. Вот, ход хороший. То есть, ты интуитивно что-то сделала, да? Надо что дальше делать? Не знаю, да? Ну, да. Смотри. Вроде не закончила. Пятно. Но оно неуместно в контексте дороги, да? Смотри, чуть-чуть сбрил. Нужно бить. Не все. Вот здесь чуть разбил. И придавил. Оттуда, отсюда. Смотри, может, это стекло. И здесь. Горизонт. Ты совершала вертикальные движения. Расскажи, что дорога лежит, что она распласталась, да? И тебя поймут. Правда? Нет. Ну, вот этот акцент хороший. Хотя он и не рисовабелен, да? Он хорош. Вот эта вот смесь цветов. Она всегда такая интересная, интересная. Вот вертикальные движения. Ни к чему. Если вертикаль, то отражение. Размытое, размытое. А потом разбитое. Горизонтально. Да? И вот на это можно что-то положить еще. Яркое. И оно ушло. Там идут. Ярусы яркие. Вот этого мне не хватало. Ярус второй. Они у тебя хороши. Движение хорошее, но нет клубности. Мшистости вот этой. Вот так вот. По макушечкам. Пальчиком где-то чуть-чуть. Периферию не возбуждай. Не вкуснятина. Повыискивай то, что тебе не нравится. Там, где тебе нравится, там уже смысла трогать нет. Правильно? Не портить. А вот где не нравится, где чего-то не хватает, ты можешь совершить что-то. Причем даже не важно что, оно уже будет красиво. А, веточек не надо там, да? Веточек? Ну, ты знаешь. Надо. Хочешь, давай дерево какой-нибудь поставим? Вот это вот. Нет, может не надо. Потому что надо посмотреть. Знаешь, можно все показать. Но в этом случае, по-новому, в дальнем плане, не надо это активно делать. А показать можно все. В таких тонах, в таких цветах можно хоть замок показать. И дерево, и веточек. Оно здесь необходимо для того, чтобы отдалить вот это вот. А, тогда, может быть, и сюда надо будет? Тут, ты знаешь, нет. Тут у нас... А, задерели. Тут дерево, оно на себя столько берет, что там ты даже не заметишь ничего. Тут оно и должно быть полосой сзади. А вот здесь какое-то воздушное пространство тебе нужно передать. И еще, знаешь, что дает как бы предмету нахождение в пространстве? Что его приземляет? Ну, во-первых, тень свет, да? Очевидно, элементарно. Еще тень. Вот дерево. Должна. Немножечко. Ну, там еще тень от крон. Ну, здесь у нас так все хорошо, а шпортить находится. Остальные намеки на что-то падающее. Можно даже этот намек выразить не за счет наложения темной краски, а за счет высветления светлой, да? И сюда уже упал светик. И вот тень. Вот она. Можно отсюда красочку брать. Ты будешь двух зайцев убивать. И тут движение какое-то совершено. И сюда. Смотри. Беспардитры прям. Ну, то есть ты и тут рисуешь, и тут рисуешь. Единственное, через тряпочку все время. А чего жалко? Ты же не просто так сгребаешь, а какое-то движение делаешь. Мастихин пачкается, и ты сюда сдаешь чуть-чуть. Видишь? Как все? Может быть. Может быть. Ну, чуть сузить, может быть. Нашу дорожечку. Силуэтик не было. Да. Ну, ты знаешь, они настолько мелкие. Да. Да. Настолько они молодые. Может быть, показать, что дорога не ровная? А с каким-то... Ну, да. С заворотом? Да. Даже, по-моему, не... Не стоит даже. Вот здесь какая-то. Видишь, косая активная. Вот возьми крупную плану, покажи. Да. Кривая активная косая. Она сразу на себя берет внимание. Убери ее. Горизонтально. Смотри, как мастихин. Ставлю на носочек и с поворотом на ребро провожу. Не сбриваю, а придавливаю. На носочек провел. Сюда. 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 Сюда, отсюда. Сюда, отсюда. Сюда, отсюда. Ну, все легко. Да? Слушай, принимай дальше на меня. Отсюда надо класть теперь листики. А, можно они поставить так, да? Да. Ты вот, если сомнения, надо или не надо, отходи. Я еще раз повторил, отходи от фото. Да, лучше получилось чем-то. Тут живее. Ну, уговорила мастихину тут положить. Не удержался. Сюда. Тоже веселенького. Ну, нравится? Нравится. Хорошо. Простите. Сюда. Да. Не то слово. Прикольно. Ой, а что? Нет? 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 Нет, пусть это получилось. Красиво, красиво. Так. Я вас тоже люблю. Нравится. Да. Интересно было? Очень. Я сама себе позавидовала. Классно. Спасибо. Приходите. Продолжение следует...